Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Правоохранитель стал правонарушителем. Заключен под стражу виновник ДТП, в результате которого погиб 13-летний мальчик. Стоянка за деньги. С сегодняшнего дня в Махачкале официально ввели платную парковку. Она заработает на семи участках центральных улиц. Протянем руку помощи. Как помочь трехлетнему Умару в борьбе с недугом? Смотрите в выпуске. Награда спустя 12 лет. Белялу Махову вручат золотую медаль Олимпийских игр, которые проходили в 2012 году в Лондоне. Шесть человек погибли, в том числе один ребенок в результате аварии, которые произошли в Дагестане на минувшие недели. Как сообщает ГИБДД региона, еще 28 человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего с 18 по 24 марта на дорогах республики зарегистрировано 19 ДТП. И в продолжение темы. Кировский районный суд Махачкалы арестовал до 22 мая виновника ДТП, в результате которого погиб 13-летний мальчик. Напомним, что авария произошла вечером 21 марта на федеральной автодороге в пригороде Махачкалы. Водитель Кадиллака в состоянии алкогольного опьянения сбил возле торгового центра «Караман» женщину с ребенком. Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, а его тетя с тяжелыми травмами попала в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. С сегодняшнего дня в Махачкале официально ввели платную парковку. Она заработает на семи участках центральных улиц. Оплата требуется за стоянку более 15 минут. Стоимость 50 рублей за час. В случае неуплаты будет наложен штраф в размере 1000 рублей. Забронировать место можно как через паркомат, так и мобильное приложение «Ру Паркинг». Для этого необходимо ввести данные автомобиля и время стоянки. Затем необходимо произвести оплату. Собранные средства от платных парковок в соответствии с действующим законодательством направляются в Дорожный фонд города. Льготы предоставлены участникам Великой Отечественной войны, героям СССР и России, инвалидам и лицам их сопровождающих. В Харабудахкенском районе приступили к реконструкции моста на автомобильной дороге Параул-Доргили, сообщает Минтранс Дагестана. Существующий мост находился в аварийном состоянии и не отвечал требованиям безопасности и грузоподъемности. Сейчас на его месте строится новый четырехпролетный железобетонный объект, отвечающий всем современным стандартам. Здесь уже возведена опорная часть и проводится монтаж железобетонных блоков пролетного строения. Ежедневно в работе задействовано 5 единиц спецтехники и более 15 специалистов. Завершение реконструкции запланировано на конец августа 2025 года. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжелобольных детях. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается трехлетний Умар с диагнозом эпилепсия. Подробности в сюжете Тамара Самедовой. Маленький Умар страдает задержкой психоречивого развития и эпилепсии. Несмотря на это, мальчик активный, но при этом очень нервный. Когда Умару было всего 4 месяца, у него начались первые приступы. После чего мама мальчика Кизилгюль обратилась к местным врачам, которые поставили мальчику такой диагноз. Изначально же вы не знаете, что он болел? В 4 месяца узнали. А у него приступы или что было сразу? Да, он судорогу дал резко. 10 минут, 15 минут продолжить, 15 минут судороги были. Я была тогда в селе, у нас нет возможности ехать. Не получилось ей поехать в район, точнее. Не получилось ей поехать, возможности не было. Потом уже приехала сюда и уточняла, да, короче, в чем же проблема. Причина, точнее. Глава семейства Юсуф, как и мать, очень переживает за сына. Всеми силами родные стараются помочь ребенку. Мальчик у нас очень активный, на месте никогда не сидит. Переживает за это тоже. Гиперактивный. Домой прихожу просто, я вижу, ну, очень гиперактивным. Ну, переживая, да, за это, я думаю, это нехорошо. Вот, и из-за этого мы хотим поехать. Вот, сейчас-то и судороги. Все, кто могут, помогите, пожалуйста, мы хотим вылечить нашего ребенка. Супруги живут на съемной квартире. Денег хватает только на то, чтобы прокормить семью. Но для того, чтобы мальчику стало лучше, необходимо пройти лечение в Москве. А это стоит немалых средств. Одна надежда на поддержку неравнодушных людей. Инсен открывает сбор для Омара в размере 140 тысяч рублей. Вместе мы можем стать причиной исцеления подопечного. Для этого достаточно перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы видите на ваших экранах, или через мобильное приложение благотворительного фонда. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов. Новости. Выставка святых реликвий ислама прошла в Ботлихском районе. Посмотреть на культовые предметы, сохранившиеся до наших дней, пришли тысячи верующих не только со всего Дагестана, но и с соседних регионов. Организаторы мероприятия Муфтият Республики совместно с администрацией муниципалитета. Подробнее о значимом событии для мусульман расскажет моя коллега Айша Тухаева. Ей слово. Отправка реликвий до пункта назначения сопровождалась торжественной атмосферой. Это уже стало традицией в Дагестане с почестями встречать и провожать колонну. Подобный почет, который в республике оказывают памяти пророка Мухаммада Мира Ему Благословения, вызывает восхищение у арабов, хранителей наследия пророка Мира Ему Благословения. Когда у нас в Каспийске была выставка реликвий, весь мир об этом увидели. И в мире есть реликвия пророка Алису Атсам где-то. Но там, к сожалению, этим реликвиям еще в нынешнее время относятся, как-то они не умеют уважать, как-то ценить эти реликвии. И вот хозяева этих реликвий привозят сюда нашу муфти Ахмад Афанди аманатом на хранение, на долгое хранение любого дагестанского народа. в виде к этим реликвиям они с таким аманатом приносят к муфти эти реликвии. Вот так они каждый год добавляются к нам эти реликвии. Джума-мечеть, где проводилась выставка, была украшена старинными предметами быта. Весь район был стилизован под эпоху ушедших веков. Ботлихский район во второй раз за свою историю принимает реликвии и преображения не только внешние. Глава района отметил, что после первой выставки отмечался духовно-нравственный подъем у жителей. Несомненно, после этой выставки люди становятся другими, добрее, более открытыми, более доброжелательными друг к другу. Не говоря уже о тех, кто не любит друг друга, благодаря этим великвиям кровники мирятся, как мы знаем. Это множество историй. И теперь мы начинаем понимать тех мединцев, которые ждали нашего посланника, мир ему и благословения Всевышнего во время хитчи, как они скучали по нему. Все время выставки в Джума-мечети Ботлиха в зонированной комнате непрерывно днем и ночью читались аяты Корана, проповеди и мавлиды, чтецы разных возрастов, сменяли друг друга. Уже где-то наверное 50 человек разных. Сейчас тоже другая группа должна прийти, те, которые будут читать мавлиды. Если какой бы народ не собрался читать Речь Всевышнего Аллаха, если они соберутся, их охватывает милость Всевышнего Аллаха окружают ангелы. До семи небес их окружают ангелы. Подготовка района и села к выставке реликвий производит неизгладимое впечатление. Один из меценатов доставил сюда верблюда, чтобы воссоздать эпоху пророка Мухаммада мира и его благословения. Люди, одетые в национальные одежды, хором читают тасбих. Детям подобрана одежда с учетом любимых тонов пророка Мухаммада белого и зеленого. Встречающие устилают дорогу коврами и лепестками роз. Здесь же в Ботлихе каждый прибывший мог отпустить пост. Еды было приготовлено с учетом большого количества гостей. Самое глубокое чувство среди всей умело созданной атмосферы тепла и гостеприимства вызывал вид реликвий. Мне это очень понравилось, так как мне впервые удалось увидеть эти реликвии пророка Мухаммада. А также мне понравилось то, что вся наша школа пришла сюда. И это великая честь великая мухаммада. Баркаллах. Хочу сказать, кто организовал это. В первую очередь Ахмад Хаджи, нашему предводителю мусульманской духовной управлении республики Дагестан. Ему спасибо. Также кто поддерживал много делается для поддержания ислама нашего муфтияда. Эмоции у меня лично мое мнение эмоции у меня зашкаливает. Почему? Потому что все, что видят, как они ехали, как их встречали, как они все это представили, очень эмоционально, очень красиво. Это такое событие, вам скажу, одно даже вот это намечание вот этого столько всего чистоты по всему району, не только по району, а начиная с Ченката. Я сам туда ездил, смотрел, по дороге видел, все убрано чисто, красиво. Даже вот это одно событие, которое намеревалось делать, вот такую чистоту порядок принес. И, конечно, вот столько гостей, сколько всего единства. Посетители со всех уголков Дагестана, в том числе гости из Чечни и Ингушетии, круглосуточно пребывали для того, чтобы взглянуть на реликвии. Также на выставке побывали муфтии Татарстана, Свердловской области и Новосибирска. Собралось очень много различных аспектов. Во-первых, месяц Рамадан. И о месяц Рамадан наш любимый пророк, саля Аллаху говорил, когда наступает месяц Рамадан, открываются двери рая, закрываются двери джиганнама, шайтаны прикрепляются на цепи. Шайтан не мешает нам, поэтому нам гораздо легче держать уразу. Если мы сравним с месяцем Шауаль, шесть дней после Рамадана, это очень сложно продержать, потому что шайтан уже выходит. И вот этот барракат есть в течение всего месяца, и тем более барракат увеличивается тем, что мы прикоснулись, увидели частичку пророка. Люди ночами не спят, тем более такой месяц голодные, уставшие, но несмотря на это ощущается вот эта улыбка у всех организаторов, прежде всего представители муфтиатра, и особенно радует их профессионализм в организации данной работы. Никакого неудобства для местных жителей не создаются, а наоборот они приносят радость в сердца каждого жителя, так что просто большое человеческое горское баркало. Каждый экспонат несет в себе глубокую благодать. Все посетившие выставку ощущают на себе ее воздействие. Следующим для экспозиции реликвий стал Ергебельский район в селе Немали. Айша Тухаева, Халя Дахмаев, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Ботлихский район. Награда нашла своего героя спустя 12 лет. Борцу вольного стиля Белялу Махову вручат золотую медаль олимпийских игр, которые проходили в 2012 году в Лондоне. Церемония пройдет в начале мая в Москве на предолимпийском чемпионате России. На летних играх в Лондоне Белял Махов совместно с иранцем Камиилом Гасими занял третье место. Их соперниками в турнире были грузин Давид Мозманашвили и Артур Таймазов из Узбекистана, взявшие золото и серебро. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах. В итоге было принято решение отдать золотые медали бронзовым призерам. Белял Махов уроженец Кабардино-Балкарии большую часть своей карьеры он тренировался в Хасаверте и представлял Республику Дагестан. Ему трижды покорялась вершина чемпионата мира. Матчи 24-го тура первой лиги перенесены из-за трагедии в Крокус-Сити-Холл. Это связано с запретами на массовые мероприятия должен был в Каспийске сыграть с лидером турнирной таблицы подмосковными Химками. Эту, а также все остальные игры тура перенесут на резервные дни. О новых датах пресс-служба первой лиги сообщит дополнительно. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.